Книги, подобно оружию, обладают силой. В мае праздник отмечают библиотекари страны, те, кто вооружает читателей знаниями и воображением. Отыскать из множества книг ту самую задачу не из легких, особенно в этой библиотеке. Сюда приходят читатели, которые знакомятся с миром на ощупь. Культурно-революционный центр, куда можно прийти и отдохнуть, почитать книгу. Тут проводятся такие культурно-массовые мероприятия, приглашаются артисты, приглашаются из наших краевых театров. Библиотека для слепых, одна читательница сказала, мама дала мне жизнь первый раз, а библиотека дала мне жизнь второй раз. От книг по Брайлю, написанных тактильным шрифтом, до аудиокниг. Библиотекарь подыскивает произведения и по содержанию, и по форме. Главные помощники – технические средства. Мы включаем, все озвучивается для незрячего, то есть, ну и просто раньше времени включила, чтобы это, но он сейчас будет говорить. Я вставляю флешку и жду. SD-карта, аудиокнига. Тебе дали это имя в честь великого английского писателя. Заинтересовать читателя в наше время непросто. Для инвалидов по зрению чтение само по себе сложный процесс. Библиотекарь из помощника превращается в поводыря в художественный мир, а литература – в школу жизни. Для детей здесь уже становится доступным, ну, хотя бы ощутить, понять, допустим, летучая рыба, или, допустим, корюшка. Вот если ребенку говоришь, что это такое, допустим, круглое, он же не понимает, что это такое, пока не потрогает, не ощутит, не увидит руками. Есть же такое выражение «мир на кончиков пальца». Это как раз касается наших детей. Сегодня этой библиотеке исполняется 50 лет. Центральная библиотека имени Чехова существует 54 года, а Горьковская – 127 лет. Благодаря хранителям книг эти годы для читателя даром не прошли. Во Владивостоке интерес к литературе растет. Уличные книжные шкафы и лекции собирают вместе сотни книголюбов. Поэтому профессиональный праздник все больше становится общечеловеческим. Наталья Ладудько, Игорь Болотов. Новости на Восьмом.